Всем привет дорогие друзья, с вами Станислав Мелешов, также известный как Garf Prod и под пение птичек я начинаю новый видео урок и это по-прежнему школа битмейкинга и по-прежнему это сайт howtobit.ru на который я очень рекомендую вам зайти и возможно даже прямо сейчас Итак, поехали! Из сегодняшнего видео урока вы узнаете о еще одной функции FL Studio, которая облегчит вам жизнь которая довольно-таки полезная, довольно-таки прикольная и самое главное, что она требует мало вашего участия Итак, для начала мы зайдем в Step Sequencer и подгрузим самый простой VSTi, который я только знаю в FL Studio это FL Keys Вот мы его подгрузили, теперь заходим в Piano Roll и тут построим какой-нибудь самый простейший, сначала простейший аккорд По-моему это C минор, а может я ошибаюсь, у меня в целом до этого большого дела нет и выстраиваем самую простую мелодию, которую только можно придумать ну и конечно же поменяем темп на какой-нибудь более-менее рэперский Этот минорный аккорд, вы чувствуете, как он берет вас за душу? Я вот чувствую. Ладно, перейдем к этой самой функции Заходим вот сюда, в Tools Тут нарисован гаечный ключик Это плейлист в Piano Roll Я их не знаю, почему я их, когда говорю, всегда путаю Так, дальше нажимаем кнопку Arpegiate Это Alt-A Вот уже у нас изменился паттерн И сейчас можем жать на всякие прикольные кнопки, что-то делать там И все будет постепенно меняться Но на самом деле, зачем все это нужно? Эта штука, которая, грубо говоря, делает не то, что мелодию, а просто нарезает Просто нарезает длинные ноты И расставляет их по-прикольному Если объяснять это все простым языком Вот я сейчас возьму тот пресет, который мне нравится Их тут великое множество, на самом деле Например, вот, что это вообще такое? Какая забавная штука Как можно прикольно тут издеваться над звуком Ну ладно, сейчас не об этом Тут, видите, огромная куча вот этих самых Этих самых пресетов Ладно, возьмем вот этот На нем проще всего показывать Итак, что он делает? Ну, для начала Я расскажу о том, что если стоит Вот, начнем с этого Да, вот эта скорость Вот она То есть налево быстрее, направо медленнее Это гейт, это длина ноты Тут вообще ничего сложного Тоже вот Все максимально просто Что тут есть еще интересного? Ренч Ставим на минимум И наша мелодия разбрасывается по октавам Ставим на один Играется в одной октаве Это октава, которая начинается с C5 То есть пятая октава получается На два На три На самом деле они сейчас должны были перемещаться на одну октаву выше Еще на одну октаву выше Еще на одну октаву выше Видимо, я что-то сломал, пока я игрался с предыдущим пресетом Ну ладно, не в этом суть Суть в том, что вы легко с помощью этой штуки можете сделать Одну и ту же мелодию Которая будет играться на одних и тех же Трех, четырех, там, двух Одной Боже мой, может быть даже на одной ноте Вы сможете ее сделать чуть-чуть интереснее Особенно если у вас есть много инструментов, которые играют одни и те же ноты И с помощью вот этого простого приспособления С помощью вот этой простой фичи Вы можете сделать свой трек чуточку веселее, чуточку интереснее И опять же совместить разные инструменты Особенно это будет прикольно звучать для стереопанорамы Если вы возьмете примерно, опять же, одинаковые пресеты в данном случае И два, предположим, лида, которые будут один играть слева, другой играть справа Вы сделаете на один лид одну настройку вот этого самого арпеджиатора А на второй лид вторую настройку арпеджиатора И это будет очень клево и очень широко звучать Но это я сказал только для примера Ну, в целом все Это был такой забавный арпеджиатор из FL Studio Забавная функция, которую вы можете легко применить на своем FL Studio И с вами был Станислав Мелешов, также известный как Гарф Прот Школа битмейкинга, сайт howtobit.ru И вы подписывайтесь на меня в социальных сетях Если вы смотрите это ВКонтакте, то все ссылки в прикрепленном посту Если вы смотрите меня на Ютубе, то все ссылочки в описании Также у меня есть несколько обучающих видеокурсов И ссылка на один из них в описании На этом все, с вами был Гарф Прот, пока!